доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала с вами россии мы с вами находимся на роли game онлайн и это второе видео из рубрики обзоров и дисплеев и в этом видео мы с вами рассмотрим такую игру как бед коп ударный коп скорее всего как-то так потому что мой English is very bad поэтому извините что есть то есть эта игра сделана в 8-битном стиле такой как я понял знаете на мотив телевизором 80-х годов то есть такая вот музычка все в таких цветах я сразу поставил звук немножко потише чтобы было слышно мой голос но я думаю вы все равно на фоне эту музыку можете услышать давайте начнем новую игру как я понял эта игра в жанре квест здесь очень много нужно читать очень много нужно думать по описанием самой игры написано что игра имеет нелинейный сюжет в том плане то что есть разные варианты прохождения разные варианты концовок игры и так далее я покажу совсем чуть-чуть кусочек геймплея потому что мой English реально очень плохой поэтому не хочу как бы портить вам впечатление об игре в общем здесь написано что когда разработчики были детьми они часами смотрели телевизор в 80-х годах прокопов как я сейчас понимаю это это нас подобие того телевизора что было то есть то что показывали фильмы передачи в общем как я понял по истории которые я прочитал мы были полицейским нас обвинили в убийстве из детективов перевели в обычных патрульных как я понимаю мы ходят справа перед нами полицейский участок наш капитан ведет брифинг с нами все здороваются детектив келли тут отпускают шуточки в плане того что мы должны поцеловать их все в жопу в общем очень быстренько видите так проходят диалоги это ну это можно в принципе это можно выставлять в настройках скорость появления диалогов знаете прямо на что очень быстро давайте попробуем сейчас давайте вот так вот такие как для даунов чтобы она была очень медленно вот теперь продукт подольше так вот кажется на судя по разговору насколько я могу перевести как бы капитан решает с кем мы сегодня будем в напарниках они нас пообсуждали насколько мы убогие что как потом добро пожаловать на улице и так далее вот капитан сказал что вообще как бы у нас есть работа мы должны штрафовать независимости от того что будем заниматься работой который нам будет говорить капитан соответственно да сэр так и теперь нам дают задание встретиться с риком в кафе встретиться с луи в пиццерии встретиться в прачечной с кем-то там в общем мы должны со всеми как я понял работа полицейского в принципе когда новый патруль не появляется в районе его патрулирования он должен ознакомиться там со всеми владельцами магазинов там и так далее все всех этих что все знали его в лицо что он полицейские так далее то есть мы их так принято в америке насколько я знаю так ну в общем мы записали на задание от него нам дали наш порядковый номер 421 это типа номер нашего патруля как я понимаю опять идут шуточки про нас все заработал так мы можем с ними всеми переговорить давайте поговорим с толстым как я понимаю здесь по все управление еще сделал кнопку мыши все в такой как бы вот таком 8 битным стиле она причем смотрите на человечку курит этот он печатает это успевает выдыхать дым так что-то нам парень сказал за пиццу я отвлекся извиняюсь так рассказ по свою жену кто-то подкалывает так это что кортес это подкладка за что него грязные штаны и в общем тут очень все смешно мне кажется если подобыла на русском было конечно более понятнее более интереснее верю что здесь очень веселая и правильная там не знаю там какая-то интересная может быть ветка при этом и смотрите мы видим грязный город мы находимся в нью-йорке в бруклине так все короче мы понятно мы с ними поговорили давайте короче начинаем 0 и мы всем так вот мы в принципе и приехали как я понял нам нужно да нам нужно вообще посетить всех и представиться с нами будет жирный майк у нас в помощниках нам искали козлы так вы поле ты поле нет я келли какая разница меня зовут майк толстый майк так куда мы пойдем мы пойдем что-нибудь поесть как я понял на давать проверим а дамаски а пришел вызов типа запомните что ты должна быть с толстым майком всегда все мы ушли так здесь вот кстати машины и походу им с ними можно что-то делать на их можно осматривать смотри здесь на парковке ноу паркинг принципе а че я не могу штрафануть эту машину или что так уж давайте рассмотрим что у нас здесь есть у нас здесь есть получается наше время у нас есть блокнот в котором мы видим наши задания истории так у нас есть 100 долларов типа как мы относимся к полиции к мафии это понимаю какой-то лак рейтинг наш так что там случилось майк ждет тебя вода маски вот это маски я вижу зайти как я понимаю все эти дверьки можно позаходить все эти машины то есть можно там скорее всего их осмотреть мы находимся в нью-йорке в бруклине еще раз повторю или не повторюсь этого не говорил так давайте у нас есть помимо этого а мы можем сообщить по ходу о машине так вот эта машина я могу не репорт сделать нет не могу жалко очень очень жалко у нас есть пистолет наручники сто процентов их можно применять наверно делать не будем давайте попробуем зайти здравствуйте мистера дамаски да я уверен что делают здесь прикольно шутки такие в стиле американских копов как я понимаю в общем вышли наш блокноту за обдейтался посмотрим что там расслабься типа мол пошли короче поле я тебе говорю наш персонаж переживает а как же мой сержант что же делать но этот толстый короче пошел скорее всего какую-нибудь пиццерию что мне так кажется куда он еще может пойти жирный как поезд пассажирный на вот мы идем дальше как давайте посмотрим что да теперь надо идти за майком в пиццерии в принципе был прав ваш еще жирный может пойти купил потерял где он толста а вот пицца в общем принципе понятно мы выполняем задание типа мы такие обычные полицейские нам надо дойти до того чтобы разобраться в чем как бы кто нас подставил мы никого не убивали поначалу будем терпеть типа мол издевки наших товарищей по службе ну потом конечно мы же им докажем что мы крутой полицейский и все станет на свои места ребят если бы эта игра была русская мне кажется было бы мне ну точнее русскоязычная мне было бы в нее легче играть ну а так что есть то есть я думаю все равно как бы увидели геймплей немного увидели как бы смысл игры и может для себя сделайте какой-то вывод стоит ли играть или нет поставьте лайки подпишитесь на канал и спасибо за просмотр с вами был росси всем пока и до новых встреч и